Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП, меня зовут Дима, и сегодня мы смотрим новый видосик от Икс Два Деда. Точнее, мы смотрели его у меня на стриме, поэтому запись сейчас будет именно со стрима, но перед началом не забудь подписаться, если ты не подписан. Забегай в мой телеграм, там всегда новости, когда следующая реакция, новый летсплей и многое-многое другое, и погнали скорее смотреть. И куда это мы собрались? Щенки, вы чё, страх потеряли? Сидели мы как-то с кентом на лавке, считали воробьёв от скуки, и тут раз к нам подходит один дворовой лошарик, и начинает хвастаться, что он с пацанами в нашем парке залазил вовнутрь самолёта, и теперь он чувствует себя пилотом. Блак. Это типа на понт вас взял. Вы знаете, в детстве вы тоже, наверное, это делали, когда, типа, приходите на детскую площадку, там все тусят, и кто-то говорит, а у меня вчера было детроздение. А ты такой, у меня тоже вчера было детроздение, и ты обязательно скажешь, да и у меня было детроздение, а мне подарили слона, а мне два слона, а мне три. Вот эта история начинается, у кого больше. А главное, никому слона не подарили, в день рождения ни у кого не было. А бла-бла, бла-бла. Короче, рассказал нам, что туда можно попасть через передние шасси, так как там есть дыра. Ну а мы с кентом переглянулись. Ну нифига себе, подумал я, как это мы там ещё и не побывали. Да. Непорядок. Говорю кенту, надо исправлять. Это был здоровенный самолёт, который нам притянули в парке ещё до моего рождения, и в нём было что-то типа кинотеатра. Но потом он закрылся и просто стоял в парке для красоты. Прикол, нормально так подогнали этот, скажите мне, самолёт для кинотеатра. В общем, ноги в руки и... Я бы сходил в такой. Если бы сейчас такие аймаксы были, или что-то типа такого, или аймаксы, как правильно говорить, то я бы с радостью сходил. Мы быстро дёрнули в парк, подтягиваем туда свои кишки и потихоньку, не спеша, крадёмся к переднему шасси. Но как только я начал залазить на колесо, как слышу... И куда это мы собрались, щенки? Вы чё, страх потеряли? Вы чё, забыли, кто вам в будку свет провёл? Да, вы чё, вкус маной каши забыли? Как каша дома пахнет, да. Как оказалось, всё было не так просто, как хотелось. Так как по парку постоянно бродил сторож. И сколько бы мы не пытались туда попасть, он тут как тут. Чё-то рождественская музыка, знаете, я зацепился, я думаю, типа... Как этот? На Рождество уже, короче, похоже. Здорово, пацаны. Недели две мы ходили туда-обратно, безрезультатно. Но в один прекрасный день шёл сильный дождь, и мы решили... О, ха-ха-ха, а в дождь охранники обход не делают, даже дырнки. Сейчас всё нормально. Пробовать опять. И таки да, сторож в этот раз не бродил. Хоть зонтик бы взяли, пацаны, на живой натуре подождём. Но, конечно, в детстве всё не так воспринимается. Сколько раз я попадал под ливни, причём далеко от дома, я просто до нитки промокал. Я сейчас сижу и думаю, ну, у меня же был какой-то телефон в этот момент. Я же что-то нёс себя в кармане. Ладно, ключи и пёс с ними, с этими ключами. А телефон? А денюжка какая-то? Я до нитки был мокрый. Когда-то я пошёл покупаться в этот... В море, был на море, короче. И у меня был Nokia 35 какой-то там. Вот что-то, помню, 35. Хороший был телефон. Он на то время был прорывной, в нём было и Bluetooth, и этот, икпорт. Короче, кто не шарит, то мы так раньше передавали файлы. И флешка в него вставлялась. То есть на тот момент это было что-то универсальное. Естественно, оно было не сенсорное, оно было кнопочное. И мы были на море, я таскал с собой телефон постоянно в кармане. И помню, что я такой, а, пойду купаться. Лежал, лежал, а, пошёл купаться. Он уже так стрельнул, нагрел голову. И побежал, скупался, вдумайтесь, покупался, вышел, постоял на солнышке, просох, сажусь на задницу и понимаю, что я сажусь на телефон. Я тыц-мыц, а телефона подо мной нет. А у меня он в заднем кармане. В заднем кармане шорт, в которых я купался. Причём там на липучке. Ну типа, как он в воде не выпал, у меня шорты в воде спадают. А он в воде не выпал, и всё. Так мы его и похоронили, короче, там в Псом-Песке, потому что солёная вода никак не вымывается. Мы его сушили, сушили, сушили. И в рис клали, и на батарею клали, и что мы с ним только не делали. И я таким образом лишился своего прекрасного телефона. Один раз вот так вот, а другой раз лазил в пещерях. У нас повели какие-то там красные пещеры были, по-моему, в Крыму были. Красные пещеры какие-то. Я зашёл с телефоном, держал фотоаппарат в руках, потому что я понимал, что вот если фотоаппарат я где-то потеряю, то мама мне как даст мне этот. А телефон лежал где-то в кармане. По-моему, в Толстовке сбоку, знаете. Там так и остался. То есть мы поехали, я засунул руку уже в автобусе. Это в школе мы ездили, нас отвозили типа на экскурсии. То, как бы всё. Пришлось звонить матери и говорить, потерял. Я думал, что в дождь бродить по парку точно никто не будет. Но это не про нас. Короче, заползаем по шасси через дыру вовнутрь самолёта и смотрим. Да, мы тут точно далеко не первые побывали. Внутри было уже всё обдёртое, торчали какие-то провода. Если бы вы тут были первые, братишки, то вас бы так не пас охранник. Он же, понимаете, сюда любят пошаскивать. Стояли подранные сидения, а в кабине остался только один штурвал. И то на месте второго пилота. А чё они стоят уже, думаю, а чё они скрутили штурвал? Прикиньте, кому-то такой этот. Заходишь кому-то домой, у него штурвал стоит. По-моему, прикольно. В кафешке сейчас очень можно ставить, модно ставить какие-то такие приколы. Но нам было насрать. Мы были и этому очень рады. Короче, часа два мы там играли в пилотов. По очереди дёргали за этот штурвал. Интересно, сколько им было лет вот в этом возрасте? Залезть же туда надо было ещё залезть, понимаете? Ну, типа, сейчас очень распространена история, где вот эти вот качалочки, поняли, стоят там, где ходят такие эти спортивные парни. А у нас были просто трубы. На них как будто, ну, была когда-то качелька, но она отмерла. Ну, то есть, я не знаю, что, ну, то есть, просто труба-труба. На них всегда выбивали ковры. И я помню, в детстве залезал нефиг петь на эти трубы, делать вообще ничего не приходилось. Раз-раз залез на самый верх. Сейчас поставь передо мной эту трубу. Я не то, что не залезу. Я-то её, знаете, побью, а так скажу. Бывай. И уйду. Когда уже надоело, решили сыграть в последнюю игру. Типа, на самолёте случился пожар, и мы его покидаем. Ну, а для правдивости, вырвали с разорванной седухи. И подпалили. Молодцы, хорошо. Главное, на улице дождь, главное, чтобы не закончиться, потому что всё, глина этому самолёту. И что-то типа поролона. А как называется видео? Как мы спалили самолёт? Всё, вопросов нет. Положили в кабине и подожгли. Гениальная идея. Это был маленький безобидный огонёк. Там и гореть-то нечему было. Вокруг один металл и пару проводов. Но пока мы бегали по самолёту, изображая панику, эти как раз проводочки вспыхнули, как тополиный пух. Обмотка старая. Она сухая. Там нечему гореть. Ну, это не тоже нечему гореть. Там нечему сопротивляться огню. Назовём это так. И уже через пару минут мы уже в реальной панике начали тушить этот огонь. Но это было бесполезно, так как через пару минут в самолёте от дыма нечем было уже дышать. Короче, бросили мы всё это тушить, выползли с самолёта и без оглядки, с трясущимися руками побежали домой. А дали им интересно по жопе. Там же явно по-любому есть какой-то, как бы, камера наблюдения и так дальше. Увидели, кто это делал, правильно? Я помню, как слышал, что за нами бежал сторож и что-то орал. Но в тот момент у меня включилось не то, что второе дыхание, а десятое. Мне кажется, мы эти полтора километра домой за секунд 30 пробежали. И только через неделю, когда уже страх прошёл, мы увидели, что мы натворили. У самолёта полностью сгорела вся кабина и половина верхней... Кабина, смотрите, ребят, чтобы у вас кабина после этого не... Там мама так настучит, какой-нибудь пень от красноты сгорит. ...там, где был салон. Я даже не представляю, что бы было, если бы нас с Кентом споймали. Или узнали, что это были мы. Про это потом даже в газетах написали. Что возгорание в самолёте произошло по непонятным причинам. Ну а мы чё? Мы ничё. В натуре. Ну вот, блин, они короткие такие. Хотя я, наверное, наговорил, знаете, если подрезать реакцию, то будет то, что надо. Если тебе понравилось со мной смотреть этот ролик про самолёт, ставь лайк, подписывайся на мой канал, если не подписан. Пиши свои комментарии, забегай в мой инстаграм, телеграм, а также на игровой канал. А с тобой был Дима. И потом. Пока!